Как нас ежедневно обманывают? Соглашение на уступку Это один из способов манипуляции. Выдвигается довольно завышенное требование, а потом делается уступка. При всем этом его целью является мягкое требование. Вам хочется согласиться, так как вам уступили. Например, в магазинах поначалу ставят завышенные цены, а затем объявляют о скидках. Правила взаимного обмена Вам предлагают подарок, а затем нечто купить или что-то сделать. Вы автоматически соглашаетесь на предложение, даже если размер затрат превышает цену подарка. Например, кришнаиты не сразу просят пожертвований. Сначала они дарят вам книгу или цветок, а после говорят, что можете отблагодарить, сделав пожертвование. Исходя из этого принципа, считается правильным поведением, которое довольно часто демонстрируется многими в похожей ситуации. Например, фразы из реклам. Отзывы на сайте. Миллионы уже попробовали этот товар. И так далее. Последовательность и обязательства. Вас побуждает к некому действию, продолжением которого станет следующий поступок, являющийся желательным для манипулятора. Например, выдача значков «Я голосую за Максимова» перед выборами. Тест-драйв автомобиля, предлагающий его покупку и так далее. Люди охотно выполняют требования тех, кто им нравится или кого они знают. Например, продавец ненужной вещицы говорит, что Иванов порекомендовал обратиться к нему. В рекламах не случайно участвуют знаменитые и красивые. Принцип дефицита. То, что является малодоступным, в наших глазах имеет большую ценность. Люди, старающиеся приобретать новое, склонны избегать утраты имеющегося. Например, получат скидку 25% тот, кто оплатит тренинг до 12 часов. Будьте более внимательны и принимайте осознанные решения, если не хотите быть обманутым. На этом все. Подписывайтесь на канал. Увидимся! Продолжение следует...